Прямо сейчас вот какая новость. Ну, как новость... Нет, ты... Ну, да. Давай. Я напомню, у нас здесь новости обсуждаются. Итак, ну, это так. Вот. Нургалиев хочет ввести в вузах МВД курс человеколюбия. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев считает, что будущих полицейских должны учить человеколюбию в ведомственных вузах. Нам нужно, может быть, даже какую-то такую дисциплину ввести. Или курс человеколюбия, сказал Рашид Нургалиев. Человека любия в МВД. Наконец, нужно объяснить будущим полицейским, что бьет, значит, любит. Это просто метафора. Смотрите, во-первых, я считаю, что если вводить курс человеколюбия, неплохо бы поинтересоваться у человека. А хочет ли человек, чтобы полиция его любила? Почему ты смотришь именно на меня? Потому что к тебе, мне кажется, испытывают особые чувства. Потому что мы по этому закону говорим, а тебе по нему жить. Давайте себе представим, как этот курс лекций по человеколюбию... Что начинается курс? Лекторий. В лекторий входит лектор. Лектор, но не Ганнибал, потому что этот тоже любил людей, но с гастрономической точки зрения. Простой лектор. Начинается лекция про человеколюбие. Да, и вот он говорит, лектор, говорит, если вы, обращаясь к тем, кто собрался в аудитории, говорит, если вы не можете сделать так, чтобы журналисты не заметили, тогда внимательно послушайте то, о чем хочу сказать вам я. Дальше начинается сравнительный анатомический анализ обычного человека и полицейского. Да, можно... В результате которого выясняется... Спокойные игры. Сон. Вот, друзья, но тут на самом деле, после того, как этот курс пойдет, нужно написать тест. И вот мы пишем тест, ну, мы сотрудники МВД, должны написать обязательно тест. Человека... Там будут разные вопросы. Вот, например, один из вопросов. Человека, задержанного без регистрации, прикованного наручниками к столу, бить по голове трубой. А. Можно. Б. Нельзя. В. Не знаю, но хотелось бы. Десять вопросов. Разрешается сделать три ошибки. Если делаешь четыре... Переаттестация. Еще одна переаттестация. Вернись в пункт один. Да, начни. Ну вот еще цитата из Рашида Нургалиева. Смотрите. Мы рассчитываем на поддержку религиозных конфессий, мастеров культуры и искусства, тех, кто формирует духовно-нравственные ориентиры, сказал Рашид Нургалиев. И это абсолютно... Это абсолютно правильно. А кто, как не мастера культуры? Как не мы. Саша, я тебя не причислял бы к мастерам культуры. У него такая корочка есть. Мастер культуры. Мастер культуры. Вы не могли бы выступить мне место в троллейбусе, а мастер культуры. Оператор на канале культуры. Что могут сделать мастера культуры? Да что, что угодно. Например, мог бы взять Николай Цискоридзе дополнительный класс балетный, набрать туда сотрудников МВД. Назовем это большой класс. Назовем это, чтобы подрастянуть. Ну, чтобы они могли ногу-то поднять повыше. Иначе как они будут народ-то любить? Да. В таком-то зажатом состоянии. А Олег Табаков может взять, тем более, что вот был юбилей театра, Табакерка подправила. Надо поздравить, во-первых. Да, можно поздравить. Поздравляем, да. 25 лет. И Олег. И 25 лет работает театр, и ни одного милиционера на сцене. И одного в зале. И одного в зале. Школа телевизии должна поучаствовать. Вот телевизии Александра Олешко. Врочи набирает. Но Нона Гришаева не в школе телевизии. Она в детском саду телевизии. Смотрите. Выражаясь метафорически, говорит Рашид Нургалиев, если среди здоровых колосьев вдруг возникает сорное растение, его просто с корнем удаляют, но не бросаются перепахивать все поле, предостерегает министр внутренних дел. Это правильно, Ваня. Если есть 2-3 случая, это же не значит, что вся структура вот такая, да? Ну, это как ложка дегтя, она же может не испортить бочку. То есть, условно говоря, ради одной ложки дегтя не надо всю бочку меда выбрасывать. Если одна свинья свиным гриппом заболела, не надо. Всех свиней, как говорится, резать. Если сейчас, если дирижер в Таиланде попался, это не значит, что сейчас в Таиланд никто не поедет. Да. В конце концов, если у одного человека в хоре турецкого юбилея 50 лет, это не значит, что всем подарки надо дарить. Достаточно одних часов. В общем, это важный момент. И надежда только на людей из искусства. Значит, Сережа, я, если честно, вот я верю, по-настоящему верю, что если в стране, где через 2 года пройдет Олимпиада, в стране, где строится наука Грады, в стране, где развиваются высокие технологии, должна быть сильная, чуткая... И будет. И будет. И внимательная, и требовательная полиция. Партия оптимистов России. Нас, наконец-то, Спасибо. Спасибо, Иван. Ждем вас в пятницу. Клубе Рай. Оптимисты России. Увидимся в раю. В пятницу? Спасибо.